В выходные завершился авиасалон «Макс» в Жуковском. В этом году он проходил уже в 11-й раз. Посетили его, по различным данным, около 350 тысяч человек. Говорят, что на этот раз рекорд побить не удалось. Были отмечены проблемы с организацией. Многие посетители жаловались на большое количество народа. Андрей Воробьев, кстати, извинился и сказал, что порядок проведения «Макса» будут менять. Кроме этого, не повезло и с погодой. Но сейчас не об этом. Наши корреспонденты также побывали на авиасалоне. Анна Чернова и Маргарита Семенчукова прошлись разными маршрутами и попытались найти самые интересные экспонаты. Что привлекло их внимание, узнаем прямо сейчас. Тысячи проводов и десятки компьютеров в обычном пассажирском самолете. Такого не увидишь. А в тренировочной модели все самые интересные детали налицо. Аэробус А380 – самый большой пассажирский самолет в мире. Он вмещает 555 пассажиров. Этот экземпляр является самолетом-лабораторией. Данная модель тренировочная. Использовалась для проведения различных тестов. Но это не означает, что аэробус не летает. Этот А380 поднимался в небо не раз. Он поднялся в воздух в 2005 году. Один раз? Нет, он много летал. У него колоссальное количество налета уже за тысячи часов перевалило. Он использовался в программе сертификационных испытаний А380. На нем тестировали электрическую систему. Всю электрическую начинку самолета здесь можно изучить в деталях. А еще в этом салоне почти нет кресел. Вместо них здесь большие баллоны с водой. Они имитируют вес пассажиров. Такой балласт помогает самолету взлететь. В этом году на авиасалоне было выставлено много новинок. Однако возможности изучить, к примеру, военные вертолеты и самолеты почти не было. Часть информации просто засекречена. Здесь только кнопочек и рычажков. Одно разобраться очень тяжело. Навигация, контроль за полетом. Это просто невероятно. Но почувствовать себя пилотом в этой кабине очень приятно. Вертолет АВ-101 совместного производства Италии и Великобритании. Он оснащен тремя двигателями и может вести поисково-спасательные операции на расстоянии 830 км от базы. Первоначально создавался специально для ВМС. Сейчас его используют в Королевском морском флоте и воздушных силах Италии и Португалии. А вот в этом самолете пилоты начинают свой воздушный путь. Здесь они отрабатывают фигуры летного пилотажа. Л-39 предназначен для учебных полетов. Здесь все гораздо проще и управление, и эксплуатация. Создали его Чехию еще во времена Советского Союза. Самолет использовался и для обучения космонавтов. Сейчас мы можем наблюдать береговой ракетный комплекс «Бастион» с ракетой «Яхант». В 11-й раз на Максе НПО «Машиностроение». Градообразующее предприятие «Реутова» представляет в миниатюре ракетные комплексы с крылатыми ракетами морского и наземного базирования. Самый интересный объект можно увидеть в натуральную величину и сфотографироваться рядом с ним. Сверхзвуковая противокорабельная ракета «Брамос» российско-индийского производства. У нас был двигатель, у нас была система наведения и программирования. Мы соединили эти двух систем и создали один продукт, который является самым лучшим в мире сегодняшний день. Уникальных экземпляров на Максе 2013 было немало. Ретро-самолеты, боевые машины и даже дирижабли. Посетителей не испугал даже проливной дождь. Ведь следующего авиасалона придется ждать два года. Маргарита Семенчукова, Анна Чернова, Виталий Шкурин, Артем Удников. Для РТВ. Редактор субтитров А.Семкин